Всем привет с Большого Утреша! Друзья, этот курорт не всегда подмечали, как курорт с прожарочной чистой водой. Надеюсь, что сегодняшний день не будет исключением. Приедем, все посмотрим, все покажем вам. Но, как всегда, прежде чем начнем, попросим поддержать лайками, отдыхайками. Подписывайтесь на канал. Начинаем! Субтитры сделал DimaTorzok С 8 до 20.00, то есть не круглосуточно, 60 рублей в час. Прошли каких-то метров 30, уже 100 рублей в час. Почти на 50% подорожало. Я боюсь представить, там, наверное, уже 1000 в час будет возле самого пляжа. Конечно, это была шутка. Вон, вижу, вывеска уже 50 рублей в час стоянка. С этой стороны вдоль дороги также соточка. И вот на этом месте, вот через эту улицу, эту дорогу, мы выйдем к первому пляжу на нашем пути. Наверное, цикады тут подняли уровень шума до 100 децибел, не меньше. Проходим небольшое летнее кафе. На мое удивление, оно переполнено даже. Не то, что заполнено. А нет, это столовая. Тогда все объяснимо. Сейчас как раз таки обеденное время. Пойдем посмотрим меню и цены. Подсказывают, где можно на Утрише покушать вкусные чебуреки. Цена здесь 100 рублей с мясом, 100 рублей с сыром. Это, кстати, нормальная цена средняя по побережью. Ну и вот подсказывают, что очень даже вкусные. Очень вкусные, тесто превосходное, хрустящее, просто рассыпается и тает во рту. Да? Бесподобные. Все, понятно. Значит, кушайте чебуреки на Большом Утрише. Все-таки от чебуреков мы не могли отказаться, решили попробовать. Не буду многословен, в принципе, довольные посетители. И так разрекламировали. Попробуем и все расскажем. Скушали чебуреки, понравилось. Мне просто залетели. Надя, ты что скажешь? Мне тоже понравились. Андрюха. Да. Ну и Серега не стал чебуреки, а скушал кукурузу. Классная, говорит, кукуруза. И не могли удержаться от этих аппетитнейших люляшек. Еще раз приятного нам аппетита. Сложно говорить, когда полный желудок, даже переполненный, наелись. Что скажешь, Надя? Мне понравилось. Серега? Класс. Андрюха? Ничего. Что, ничего? Я не ел. Ну, лаваш же понравился. Но Андрюха у нас вегетарианец, мясо не ест категорически, только сосиски. Ну, потому что он знает, что там мяса нет. Ну что, спасибо этому дому. Пойдем к другому. Мне тоже, кстати, все очень понравилось. Написано, что здесь рады нам всегда. Двигаемся на пляж. В принципе, вышли из кафе. И вот мы уже на пляже. Первое, на что могу обратить внимание, прокат лежаков. Цена здесь 400 рублей. Где же нам приземлиться? Конечно, в отличие от Архипаосиповки или Кабардинки, здесь много свободных парковочных мест. Если что, здесь припаркуемся для начала. Я думаю, да. Что, Андрюха, теплая? Прохладная? Да. Ну, кстати, непонятно так временами. То она мутная, то прозрачная. Как всегда, традиционно, прежде чем пойдем купаться, поговорим о погоде. Согласно Гидромет Ютуба, поможет центру. Температура воздуха на 24 июля 2021 год. 32 градуса тепла. Замерим воду. 27,3 градуса. Почти одинаковая температура воздуха и воды. Ну, что, Андрюха, раздеваемся? Купаться будешь? Не, забраковал. Мои первые впечатления, ну, все-таки нормальная теплая водичка. Комфортно заходить. Но не самое лучшее, где приходилось купаться. Попадаются, к сожалению, камни побольше. Но занырнем, посмотрим, что будет из глубины. Готовы нырять вместе со мной. Мощь, мимо. Поставим небольшой отзыв этому пляжу. Ну, водичка, конечно, чистая, прозрачная, но не идеальная. Могу поставить на сегодня лишь 4 с плюсом. Дно, дно не понравилось, как я и предполагал, оценка 3 с плюсом. Ну, и берег, берег, в принципе, получше, чем дно. Можно так удобно было расположить подстилку. Плоские камушки небольшого размера, поэтому 4 с плюсом за берег. Свой рост я скрыл примерно метров через 15, не меньше. Вот такой вот отзыв. Все по-честному, все как всегда. И, кстати, такая небольшая заметочка. На Утряше есть еще один пляж, куда мы сейчас и прогуляемся. И, как мне подмечали местные жители в прошлый раз, когда сюда приезжал, что если на одном пляже будет мутная вода, то на другом она будет обязательно чистая, прозрачная. Проверял после этого 3 раза, так и было. Проверим сегодня. Сейчас прогуляемся немного здесь и двигаемся туда. Я сразу не понял издалека. Думал, показалось. Прокат зонтов 1000 рублей. Это на месяц, что ли, не указано. Спрок аренды. Издалека по-новому может быть 100 рублей, либо продажа зонтов 1000 рублей. Но что-то если на целый день, вот такой зонтик 1000, это очень дорого. Душ с пресной водой, где можно помыть руки, самому искупаться. И, конечно же, бунгало. Как же без них, по-моему, каждый пляж сейчас в Краснодарском крае оборудован. Цена здесь 3000 рублей за целый день, тоже дороговато. Катамараны, таблетки, бананы. Банан, таблетка 500 рублей за место, катамаран 1000 рублей час прокат. Думал, что уже все показал. Нет, не все. Баня. Здесь она имеется прямо на берегу моря. Не пользуется популярностью в середине лета. А весной и осенью я бы сам с удовольствием сходил бы. Купели. Ну, здесь все открыто, проветривается. Нет, внутри не как в бане, я имею в виду по температуре. Также имеются беседки. Не знаю, ни у кого даже спросить цену. Поэтому не подскажу. Во, увидел. Кому интересно, морская баня, номер телефона перед вами. Можете позвонить и уточнить подробности. Надувная горка 300 рублей за 5 спусков. И катамараны также 1000 рублей. Могу предположить, что в конце этого заборчика кончается цивилизованная часть пляжа Утриш. И дальше начинается дикая ее часть. Увидел вывеску прокат лодок. Вот 400 рублей прокат двигателя. Вот 1000 рублей номер телефона перед вами. Я не знаю, вот эти, наверное, лодки сдаются. Может быть, какие-то другие. В принципе, и спросить не у кого. Буквально 100 метров. Вот по такому не самому лучшему покрытию пляжа. Мы вышли к назначенной цели. Если будете ехать на машине, то сюда можно подъехать также максимально близко. Есть парковка для машин, как видите. Узнаем, платная она или бесплатная на сегодня. Раньше было 500 рублей за целый день. Потом снизили до 300. Потом сделали абсолютно бесплатно. В общем, уточним и скажем, как сегодня. И также можно припарковаться на самом верху. Там есть как и бесплатные места, так и платные. Можно припарковаться, проехав здесь. Есть как кемпинг, так и платная стоянка. 500 рублей за сутки. Либо, если удача улыбнется вам, и вы найдете свободное парковочное место, то здесь бесплатно. Морские устрицы. Очень аппетитно выглядят. Цена 1 штука 200 рублей. Не совсем понятно, это пробка или машины припаркованные. Походу, так припарковались по-странному. Сделали более-менее цивилизованный спуск. Когда приезжали последний раз, такая ужасная лестница была. Ну, благо, услышали мои молитвы. Андрюха, ты это тоже видишь? Да. Друзья, что скажете, а? Работает примета, что если на одном пляже будет мутноватая вода, то на другом будет кристально чистая. На сегодня вижу, что работает. Ну и наоборот, если приезжаете на этот пляж, то и здесь будет грязная вода, то на том значит кристально чистая и прозрачная. Вот такая особенность большого утриша. Но по поводу места, прям здесь, ну, тоже, думаю, не стоит комментировать, все и так понятно. Пойдем прогуляемся. Горыныч, ну или в простонародье Банан. Цена здесь также 500 рублей. К сожалению, пока что с местами как-то проблематично найти свободное. Здесь гораздо уже пляж, нежели тот, на котором мы были сначала. Прокат лежаков. Цена такая же, 400 рублей. Прежде чем пойдем купаться, также хочется замерить, какая температура воды здесь. Не думаю, что она сильно отличается, но тем не менее. 27 градусов ровно, это вон на 3 десятые, по-моему, здесь прохладнее. Но гораздо чище. Раздеваюсь. Ну что, Андрюха, ты отважился искупаться? Чистая вода? Да. Так, сейчас поглубже зайдем. Ну, мои впечатления, но, в принципе, тоже не самое лучшее, где приходилось купаться. Но сейчас занырнем и посмотрим, какая она будет из глубины. Готовы нырять вместе с нами. Погнали! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! конечно же наш традиционный отзыв начнем как всегда с водички ну на глубине где уже глубина метра 45 там на глубине попадаются какие-то хлопья а так в принципе ну могу смело поставить пятерку однозначно серёга твое мнение все пять с плюсом андрюха все пять с плюсом и дно понравилось одно четверка так все пять с плюсом но заодно я поставлю 4 с минусом все-таки попадаются камни и побольше и берег здесь похуже однозначно чем на пляже там где были мы сначала как по поверхности видно камушки по кругу ли право по крупнее ну такая оценочка все традиционно все по чесноку собрались оделись ну в принципе уже прогулялся пробежался вкратце расскажу про удобство на этом пляже также как и на первом пляже зонтики шезлонги цена 1000 рублей оказывается за два лежака и за зонтик но уже не так страшно как казалось бы поначалу как увидел зонтик цена 1000 рублей лежаки как играл 400 рублей горка здесь такая же цена 5 спусков 300 рублей 10 спусков 500 рублей безлимит на целый день полторы тысячи рублей прокат катамаранов также 1000 рублей пойдем покажу кое-что интересное что есть только на большом утрише вот это здесь волны разыгрались а для тех кто не понял о чем речь идет когда сказал что покажу именно то что есть только на большом утрише конечно же речь шла об дельфинарии большом утрише особенность его в том что здесь животные живут естественно и среди огорожена часть моря ну и в отличие от других дельфинариев это не какой-то бассейн ну в общем хоть какая-то гуманность их животным пойдем покажу какие расценки на этом месте раньше был океанариум можно впасть акули было попасть что-то не работает и сколько же стоит дельфинарий дневной шоу 1200 дети до пяти лет бесплатно и ночной шоу полторы тысячи рублей дети до пяти лет бесплатно по поводу пробок на большому трише вот то про что говорил въезд бесплатный теперь с этой стороны пробка и с этой стороны пробка машинам уже просто так не разъехаться сожалению так не парковаться место для разгрузки как прокомментировать это никак целый ряд ларечков сувенирными товарами с пляжными принадлежностями часто спрашивайте в комментариях на то ли новом курорте если такие товары здесь есть в общем не переживайте можете не вести два чемодана из своего дома все можно купить на месте ох и ветерочек а проходим сейчас еще одну столовую ну предлагаю разнообразие ради зайти и сравнить цены то есть еще интересно вот решая что стоит посетить кроме как дельфинарий сейчас покажу центр изучения черного моря уточнил информацию есть три вида экскурсий первое это что-то типа океанариума только с экскурсоводом все рассказывают про каждую рыбу в отдельности 2 это берут воду из черного моря смотрят под микроскопом рассматривают то что не видно невооруженным глазом и третье это экскурсия по заповеднику собирается определенная группа каждая из этих трех экскурсий стоит 500 рублей а дети до 5 лет бесплатно ну по поводу заповедника есть у меня отдельное видео на эту тему и также как похолодает вернемся сюда в сентябре и прогуляемся еще раз а сейчас двигаемся в сторону машины стороны пробка в обе стороны одни хотят заехать другие не могут выехать увидел вывеску сдается жилье номер телефона перед вами частный сектор написано можете звонить уточнять подробности сами какие цены какие удобства дошли до машины двигаемся дальше следующий курорт по побережью которым планируем посетить станет поселок сука но естественно это будет совсем другая история совсем другое видео а если понравилась эта прогулочка поддержите лайками балалайками пишите комментарии задавайте вопросы подписывайтесь на канал колокольчик колокольчик до новых встреч всех обняли приподняли поставили увидимся отдыхать это же с youtube каналом папа может